всем привет друзья вот наконец-то и появился продажи на алиэкспресс новый тв стик от xiaomi версия называется 4k то есть рассчитаны на разрешение до 4к а новый он потому что не первый у xiaomi уже есть один тв стик и он до сих пор популярен но по железу новый тв стик превосходит старый в первую очередь это касается процессора здесь установленном logic s905 y4 четырехъядерный процессор с ядрами а 35 по 2 гигагерца также улучшению подвергся графический процессор мали g31 mp2 ну и немалую роль играет оперативная память новая версия это 2 гигабайта против одного старой также на борту имеется bluetooth 5.0 и двухдиапазонный вай фай с поддержка 5g 866 мегабит против 433 в старой версии ну и естественно на борту установлена более свежая версия android tv 11 давайте посмотрим по комплектации у xiaomi она достаточно богатая кроме толстой книжки мануала есть конечно же есть пульт которому мы еще вернемся сам тв стик кабель питания usb micro usb небольшой удлинитель hdmi для удобного расположения стика на задней стенке телевизора а также отдельные адаптер питания на 5 вольт 1 ампер кстати вот для сравнения мануалы от realme tv stick 4k и от xiaomi также у realme в комплекте не было адаптера питания я сегодня буду часто сравнивать realme и xiaomi tv стики так как фактически это братья-близнецы кстати кто еще не видел обзор realme tv стика ссылку оставлю в описании xiaomi по корпусу побольше и подлиннее по толщине сами материалы выглядят побогаче с другой стороны какая разница тв стик все равно будет находиться в невидимой части телевизора из интерфейсов у тв стика есть micro usb вход для питания также мы его проверим на поддержку otg также на передней панели есть небольшой светодиодный индикатор показывающий состояние стика теперь давайте посмотрим пульт без которого стик превращается просто в кусок пластмассы питается пульт от двух мизинчиковых батареек который в комплекте китайцы не положили на торце верхней части есть небольшое отверстие здесь расположен микрофон для работы голосового ассистента по кнопкам здесь минимализм кнопка питания кнопка голосового ассистента кольцо джойстика три навигационные кнопки также здесь есть кнопки netflix и prime видео которая зашита прошивки ну и кнопки регулировки громкости если же сравнивать два пульта xiaomi и realme что по эргономике мне больше нравится realme у него скругленный край корпуса и он лучше сидит в руке а также здесь как будто бы использован более качественный пластик также кольцо навигации здесь более приятное и удобное но это чисто на мой субъективный взгляд ну и что мне понравилось у xiaomi это всего две кнопки netflix и prime видео которые будут интересны не всем realme же еще впихнул сюда две кнопки youtube и youtube music которыми например я также пользоваться не планирую правда при большом желании их можно переназначить на другие функции при помощи специального приложения а вот кнопка голосового ассистента у realme снизу у xiaomi сверху я пока для себя не понял где удобнее кстати для пульта realme я сразу заказал силиконовый чехол для xiaomi также есть такие чехлы ссылку оставлю в описании на мой взгляд это достаточно практичное решение правда кнопки становятся утопленными и к этому надо привыкать многих интересует вопрос питания и потребления стик данный момент я запитал стик от комплектного адаптера питания погонял его различных режимах и максимальное что я увидел это около 0 6 ампера принципе любой современный и usb порт телевизора вполне себе может переварить эту мощность поэтому тут кому как удобнее при первом запуске необходимо сопрячь пульт со стиком для этого надо зажать и удерживать несколько секунд две кнопки которые показаны на картинке кстати информация здесь транслируется на нескольких языках да и переходя по пунктам проходим стандартную настройку кстати что мне здесь понравилось здесь можно пропустить шаг авторизации об аккаунте google чего нельзя было сделать в стике realme здесь установлен android tv11 на мой взгляд это более интересно чем в realme google tv11 так как настройка главного экрана более гибкая на главном экране мы видим предустановленные сервисы и их рекомендации большинство сервисов здесь платные работают по подписке но за исключением пожалуй что youtube конечно кто пользуется этими сервисами все очень удобно установлено прямо из коробки при желании эти приложения можно отключить через настройки и убрать из главного экрана как вы видите на момент выхода ролика сферах обновлений не обнаружено а вот на realme уже прилетело одно обновление давайте сразу ответим на вопрос можно ли подключить к этому стику внешнюю флешку aliexpress был заказан вот такой кабель ссылку оставлю в описании он позволяет в разрыв кабеля питания вывести usb порт для флешки при подключении флешки на нее подается питание и она начинает моргать то есть как будто пойдет обмен но как оказалось не все мои флешки способны корректно определиться этим стиком и это не зависит от файловой системы я пробовал и fat32 и ntfs для отображения использую специальное приложение file commander здесь мы видим только внутренний накопитель при этом другая флешка определилась корректно и в программе появился usb накопитель таким образом можно расширить память устройств подключив внешнюю флешку также с этой флешки удобно устанавливать различные приложения кстати после установки всех нужных программ на стике осталось место около 4 гигов что я считаю вполне достаточно я же решил набор нужных мне приложений установить через облачный сервис google для этого необходимо включить установку из неизвестных источников рассказывать про эти приложения я не стану так как можно получить бан на ютубе всех я скачал на форуме for pda при помощи этих приложений можно бесплатно смотреть свежие фильмы и сериалы в том числе и вышедшие на платных сервисах как вы видите я убрал все ненужные мне приложения с главного экрана это делается достаточно легко на android tv по сравнению с google tv где это сделать достаточно сложно или невозможно интерфейс кстати работает очень шустро у меня конечно не было прошлого стика с одним гигом но там люди жаловались на небольшую туповатость здесь все можно сказать летает но в принципе все также я ощущаю как и на релме скорость работы этих стиков разницы особо не заметил кстати для того чтобы не мешали не нужны вам приложения даже если они жестко вшиты прошивку их можно остановить и отключить через меню приложения в настройках голосовой ассистент и поиск работают достаточно корректно дюна также в отличие от реалме для поиска достаточно нажать кнопку голосовой ассистент и отпустить ее а в реалме необходимо держать во время произнесения фразы с главного экрана поиск осуществляется по всем приложениям но в большинстве случаев выводят те которые в приоритете это youtube google фильмы и приложение патч волк также в настройках устройства есть настройки google ассистента где можно указывать в каких приложениях искать а для того чтобы здесь были те приложения которые вам нужны не было тех которые мешают их необходимо отключить в настройках приложений после этого поиск с главного экрана через голосовой ассистент будут осуществляться более корректно дюна прошивки не стали сильно убирать google play и в него можно зайти сразу с главного экрана здесь собраны подборки приложений адаптированы для google tv аида есть также можно при помощи голосового тем то искать приложения заодно кстати посмотрим начинку этого устройства для тех кому будет интересно посмотреть детали поставьте на паузу многих интересуют также настройки экрана в реалме нельзя было включить автоматическое переключение hdr на sdr можно было выбрать либо то либо другое и здесь же есть только одна настройка которая будет переключать диапазон автоматом зависимости от контента этот телевизор не поддерживает hdr также здесь есть автоматическая постройка разрешения здесь также заявлена полноценная поддержка dolby vision а из звука dolby atmos есть автоматическая постройка звука также здесь доступна настройка hdmi сессии то есть управление пультом от телевизора tv-стиком для этого необходимо в настройках tv-стиком включить ползунки а также включить поддержку в настройках самого телевизора стик подключен у меня по wi-fi 5 гигагерц к роутеру от сяоми версия 3 при этом и роутер и стик поддерживают мема 2 на 2 со скоростью до 866 мегабит в секунду при этом сам роутер у меня входит интернет со скоростью 100 мегабит в секунду и как видно максимально что из него можно выжать это около 60 на прием и около 90 на отдачу таким интернетом при просмотре торренты размером более 60 игров и битрейтом около 60 мегабит в секунду что на пределе канала просмотр однозначно не будет комфортным и будут наблюдаться тормоза но это я говорю конкретно про свой интернет около 100 мегабит у кого канал гигабит конечно проблем не будет при этом даже в моем случае торренты размером около 30 гигабайт с битрейтом 26 и разрешением 4к воспроизводится достаточно комфортно теперь что касается нагрева у этого стика его просто нет в данный момент на нем воспроизводится торрент фильм на протяжении около получаса и максимально для чего нагрелся это 44 45 градусов даже до 50 не дошел поэтому проблем с перегревом на нем быть не должно на мой взгляд стик получился интересным но как изначально и было понятно он будет дороже стика реалми с купонами я за него отдал около 50 долларов в то же время за реалми с блоком питания я отдал около 37 но тоже с купонами промо кодами которые кстати я регулярно поищу на своем телеграм канале в этом стике мне однозначно понравилось его быстродействие нормальная реализация переключение hdr и sdr а также сама система android tv с адекватным и нормально настраиваемым голосовым ассистентом для поиска у релами же со своим google tv есть проблемы польза например мне не очень понравился у сиоми а в остальном эти стики очень похожи как я уже говорил начинка одинаковые а программы как правило сиоми умеет делать и надеюсь что обновление не заставить себя долго ждать и поддержка будет адекватной при этом каждый оставляет за собой право выбрать либо сиоми либо релами по цене и необходимым функциям как обычно все ссылки ищите в описании спасибо за просмотр и заходи на канал если что